Всем большой привет! Сегодня у нас старый забытый рецепт из советского времени. Наверное, в каждом доме так готовили, но сегодня мы приготовим с вами немного иначе. Получится не менее вкусно, а может быть даже вкуснее. И вкуснее всего на поджаренном хлебушке. Можно его подсушить в духовке, можно на сковороде, но я воспользуюсь более простым вариантом. Я поджарю хлебушек в тостере. Вообще готовится все очень просто. Пару минут и готово. Если вы любите такие простые вкусные рецепты на каждый день, так же как и я, ставьте лайк этому видео, так я пойму, что эта тема для вас интересна. Дальше. Два плавленых сырка берем, отправляем их в измельчитель. Сырки можно не подмораживать. Обычно я их подмораживаю, когда натираю на терке, но здесь нам это не потребуется. Сюда же отправляем пару зубчиков чеснока для аромата. Огурчики маринованные, у меня домашние. Мама готовила. Мамины огурчики самые вкусные. Вот так. Немного зелени сюда же добавлю. У меня укроп и петрушка. Вот так. Все так грубо отправляем в измельчитель. И здесь у меня шпроты в масле. Я думаю, что вы догадались, на какие бутерброды похожи. Все же готовили такие, да? Но сегодня будет в новом варианте. Отправляем сюда же в измельчитель шпроты. Все продукты, их количество будет указано в описании под видео. Поэтому обязательно туда загляните, сколько чего я использую. Но всегда вы можете подрегулировать по своему вкусу. Вот так. Ну а теперь все это измельчаем. Тут кто как любит. Можно до состояния пюре, можно так, чтобы чувствовались кусочки. Посмотрите, что получилось. Вот до такой консистенции я измельчаю. То есть здесь чувствуются небольшие кусочки. То есть не прям в кашицу. Я еще для подачи порублю несколько перышек зеленого лука. Но это, смотрите, это по желанию. Если не любите, не хотите, можете не добавлять. Все дело вкуса. Ну а теперь вообще все очень просто. Берем батон подсушенный, поджаренный. И сверху вот так вот нашу намазочку на бутерброды. Как видите, все готовится элементарно, просто и быстро. Вот так. Красотища же, да? Сверху я это все дело посыплю зеленым луком. Дальше. На следующий кусочек можно сделать вот так. Тоже намазываем. Слюнки побежали. Вот так. Дальше. Сверху я хочу выложить шпроты. Ой. Вот так хвостик оторвался. И тоже зеленый лучок. Вариантов подачи множество. Можно огурчик еще положить. Конечно, я хочу попробовать. Хрустящий. Хлебушек. Очень нежные. Не сухие. Хрустящий хлебушек. Вот знаете, все новое. Это очень хорошо забытое старое. Приготовьте такие бутерброды в новом варианте. Я уверена, что вам понравится. Всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения. Ставьте лайк, если понравилось. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok